так ничего там 6 уже две минуты опаздываю опаздываю так что я припозднился на две минуты так ну что есть кто есть кто я с проверим открыт или там доступ по ссылке доступ 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 ты где ну-ка что у нас там так это выключаем это выключаем так я вроде в эфире да ну-ка напишите к в эфире я или как же все что там разошлись все погодите не расходитесь слышно видно кто там меня тут отвлекли перед стримом и я не успел зубы почистить это же надо с вами общаться поэтому я всегда перед стримом зуба чищу вот а тут меня отвлекли поэтому пришлось на пару минут задержаться так чего там класс всем привет привет значит смотрите стрим у нас сегодня без темы ну смысле тема есть но без темы сегодня мы с вами немного пообщаемся я вам расскажу каких-нибудь интересных историй про обучение у нас там вот сейчас еще тут по закрываю всякого разного как что он тут показать потом окей это пока спрячем так так это же надо вспомнить как-то разыгрывать разыграть место выбрать случайный комментарий instagram сейчас эту штуку найду где про а вот лиза он рта там 200 рублей сейчас меня попросят ну ничего дело стоящее так сейчас где мы instagram найти вот мы instagram так ребята всем привет вы можете позадавать какие-нибудь вопросы я не знаю я в принципе не планирую сегодняшний стрим сохранять потому что во первых он 30 юбилейный а это праздник а сегодня как бы тема никакой нету и в итоге получится что пересматривать его будет скучно да и вряд ли его кто-то будет пересматривать потому что несколько стримов было даже вот был стрим с компонентами и авто лояутами но мы на том стриме проводили розыгрыш и там просмотры прям не очень поэтому скорее всего не буду я его сохранять лучше потом мы проведем какой-нибудь 31 сразу вот про что-нибудь интересное может передизайне им чего нибудь мне там подкинули какую-то классную идею паре дизайне я просто вашей работы посмотреть и на словах по комментировать а что-нибудь кому-нибудь одному один блок переделать второму один блок переделать вот что-нибудь такое так значит надо найти пост смотрите розыгрыш у нас вот здесь вот будет вот в этом посте комментарии сейчас еще по комментариям пройдемся про про условия сейчас я тут ссылку вставлю в этот ли за чего-то там супер чат какой-то открылся это не то так вот ну-ка старт вставьте ссылку а надо залогиниться сейчас я залогинить тут ребятки потерпите чуть-чуть далее далее готова окей принять так я залогинился теперь вставляю ссылку пока вы там не видите я сейчас попробую кому-нибудь что-то выбрать победителя выбор победителей нет не youtube что я зашел как ютубер да надо же как инстаграм чик зайти не туда зашел конечно понимаю это надо было делать заранее но вот мне пять минут отняли а по эти пять минут как раз бы и потратил сюда простите но все равно стрим сохранять не будем поэтому простите так чего мне надо доступ к профилю instagram да да готова окей ну вроде все так зашел выбор победителей на youtube я не хочу на youtube я хочу на instagram как instagram почему youtube мы же не youtube у нас и instagram да ёлки-палки мой канал что это такое отмена рандомайзер вот рандомайзер вставьте почему помогаем провести розыгрыш ладно вставляем надо конкретный пост вот конкретный пост продолжить код безопасности еще спрашивают так ребят простите сейчас я тут залогинился надо было в одно место залогиниться потом в другое так смс к пришла так сейчас это мы залогинимся так кто первый раз и не знает как задавать ко мне вопросы надо вот так вот писать собака алё чатики пишите собака алё там высветится я тогда подсвечусь оранжевым собака алё и вы выберите меня там еще кто то есть какой-то алексей александр вот вы меня зададите вопрос и он у меня будет оранжевым и тогда я смогу его увидеть и он не потерять так все пост нашел значит вставляем ссылку на пост нажимаю старт ну-ка 629 комментариев 1022 лайка это каждый кто по 2 по 2 лайка поставили получается ну-ка старт к сожалению в описании премиум или оплатить так вот 200 рублей у меня спрашивают сейчас 200 рублей я им заплачу окей 200 рублей использовать 199 баллов красота 1 рубль выходит класс так все значит смотрите мы 1 1 место через рандомайзер чтобы у всех было честно но сначала мы поговорим по поводу условий потому что там многие химич или какие-то хитрецы попались я не люблю когда кто-то начинает делать вид что он умнее остальных поэтому такое не прокатит сейчас объясню да посмотрите тут вот все работает да уже запустил так что вот это вот тестовая сейчас проверю чтобы она тут все сработало давайте выключим обратно чтоб не видели кто победил а то потом будете меня говорить я победил я победил пока на ваши вопросы поотвечаем так вопросы есть какие-то вся аудитория уже заждалась да простите все я уже тут вопросы там-там-там-там всем привет смотрю вместо жены там кстати тоже одна жена заодно за мужа заступается потому что ой как громко победитель выбрался победитель выбрался так все значит победители этого мы закрываем это был тестовый значит смотрите я включу обратно все обратно давайте пройдемся по условиям значит надо было рассказать про себя почему-то многие из вас начали писать про меня мне конечно супер приятно но ребята надо было прочитать про вас поэтому если выигрывает комментарий давайте вот по примерам этом сохранял примерах во первых вот эти вот хитрецы они просто потеряли возможность оставлять комментарии то есть я их не заблокировал я им поставил как-то ограничение ограничение доступа ли как эта штука называется то есть они теперь не могут комментарии оставлять под моими постами но потому что это нечестно но другой человек сидит там пишет разные комментарии где там кто там другой вот например сидит аня или кто и пишет разные комментарии разные комментарии вот тут елена разные комментарии а кто-то берет и вот так вот делает просто копипаста ну разных людей вставляют как бы все по правилам казалось бы да но все равно одинаковые камин я в принципе вот к этой копипасте я и в макетах в дизайне вообще считаю что копипаста это просто какая-то ленивая жопка а у нас на курсе лениться некогда поэтому сорян ребята кто вот так вот поступает они от тут хитрецов этих вон смотрите тут целый отряд этих хитрецов поэтому все вот эти ребята они просто оставимся за бортом они теперь будут смотрите ну это прям вообще-то ну нечестно просто или вот тоже андрей вот этот на хин просто вот копипаста копипаста потом самое интересное им отключил этот возможность оставлять комментарии и вот его жена участвую за мужа вместо вот него так как он сильно хотел попасть на курсы переусердствовал с комментами его заблочили вот у них теперь она двоих один комментарий и вот как у всех остальных по одному комментарию такие так что все кто не хитрость и все слишком хитрых я прям вообще не люблю его ребят поэтому сорян условиях было написано постов можно вы комментариев может быть много сколько хотите но не одинаковые же посты тоже можно было вообще ты еще раз просто нажать и у кого-то одна тысяч на а у вас 999 из 1000 например поэтому такие правила то есть правило получается я сам придумал и вот я хочу чтобы вы понимали как я буду выбирать победителя значит если в рандомайзере попадает человек какой-то давайте так я нашел классную админку вообще обалденную админку вам видно да и она позволяет то есть раньше я всегда отвечаю всем на комментариях я всем отвечаю на комментарии в ю тубе и всем отвечаю на комментарии в директе если мне человек задает какой-то вопрос он не останется без ответа иногда иногда такое случается ну потому что очень много прилетает что просто как-то но ну там подлагивает или как например с книгой человек хочет чтобы мою книгу почитать он поделился он не написал и я вроде бы ему написал ссылку отправил но потом оказывается что он уже два месяца сидит и стесняется написать второй раз потому что ссылка к нему не долетела бывает такой то есть я всем всегда отвечаю но если вдруг у кого-то вот кто-то там что-то хотел от меня а я не нет бывает такой что знаете даже сердечко поставлю то есть лайк на два раза а ответ мой не долетит ну бывает такой подлаги это и ребята не специально я всем всегда отвечаю всем кроме когда пишут плюсик то есть просто прилетел плюс или просто человек написал здравствуйте я не буду в ответ здороваться тратить свое время его время или пишет добрый день хоть вот сегодня час назад человек написал добрый день хотел бы задать вам пару вопросов ну ёлки-палки ну хоть и дальше если пока вот один хочет другие задают вопросы получают ответы причем чаще всего получают практически мгновенно ну не мгновенно конечно но не на завтра вот поэтому пока один хочет другие получают все свои ответы так вот это админка офигенно она мне даже теперь позволяет и на все посты отвечает то есть раньше я отвечал на в комментариях на поставь в постах только первое время вот я опубликовал пост и пока там сижу на телефоне там не знаю час-два там сутки двое я могу поотвечать а потом когда вот эти все посты улетает куда-то далеко то конечно же я уже не отвечаю потому что у меня вот здесь вот в сердечке просто какой-то просто что-то невероятное происходит я даже все уведомления на телефоне подключил потому что мы просто невозможно за этим следить вот поэтому вот подписывайтесь на мой инстаграм не ленитесь так вот это админка она офигенная она позволяет вот смотрите как удобно во первых печатать надо небольшими пальцами а сразу десятью это намного удобнее быстрее очень круто вот сегодня на все вот эти вот видите вот один день один день я вот всех по лайкал всем по отвечал вот 7 недель уже извините уже не буду отвечать или вот например 33 недели назад конечно я уже вот сюда не полезу но вот кто пишет день 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 тип в общем теперь эти и в инстаграме на свою голову нашел какую-то админку и теперь в инстаграме я тоже буду на все это отвечать значит смотрите вот кто тут и одна минута одна минута моменту эти я уже читать не буду они будут участвовать в рандомайзере но вот этот человек точно мимо то есть если вот этот комментарий выпадет то уж извините тут нет пяти слов и вообще тут нет ответа на вопрос почему мы должны выбрать вот этого человека ответа на этот вопрос нету значит смотрите я всем правой кого вот вот отсюда 4 минуты назад а это давайте вот я обновляю обновляю страничку сейчас немного придется вверх туда на на потолок попрыгать где этот пост вот кто только что вот одну минуту уж извините вам лайкать не буду и ваши комментарии читать не буду но вы участвуете в рандомайзере вот но я своего человечка уже выбрал то есть я уже знаю кто в апреле ко мне по я вот всем не всем вру давайте сейчас все подгрузим там 600 штук ну тут вроде по 15 или поскольку вроде достаточно быстро значит мы выбираем в рандомайзере значит в ответе должен быть в комментарии должен быть ответ почему ты а не я все кто пишут что лёха ты такой молодец это клёво но нет ответа поэтому такой комментарии мы просто будем перерандомайзер заново уж извините потом пять слов и должен быть пинг если пинг уже во втором комментарии то уж извините это тоже отдельный комментарий вот еще мы потом знаете что сделаем проверим на повторы вот например вот и человек видно что вот несколько комментариев и они все разные мы сделаем вот так вот ок нажмем сюда и посмотрим чтоб не было других каких-то одинаковых потому что вот эти хитрецы конечно вообще ну просто некрасиво так поступать вот сейчас это все подгружу сорян ребятки ну надо потерпеть чтоб уже потом все честно было так там девочка которая ссылка оставляла не выше комментарий есть не заметил пересмотрите девочка которая ссылка не знаю что что должен ответить на это девочка которая оставляла ссылку какая девочка куда оставляла к что пересмотреть стрим идет а мне надо что-то куда-то пересматривать так сейчас значит по обучению у нас все стартует первого или второго числа кстати да она же там все так давайте пока сюда отведу и покажу вам значит расписание расписание вот там ребята уже голосует первого или второго числа но судя по всему то есть ребята первое время будут сами выбирать какой день чаще всего у нас будет понедельник хотя вот однажды было 8 марта в понедельник поэтому было во вторник а так вот среда четверг или пятница ребята будут сами первое время выбирать потому что первое время домашки не такие не объемные а вот потом когда пойдут лендинги адаптивы и все остальное там скорее всего будет всегда понедельник и четверг потому что четверг ровно посередине туда три дня и туда три дня и вот чтобы вот эта домашка и успевалось и туда и туда будет слушать и хорошо что у комментов 600 они 6000 это прям вообще хорошо а вот все вместо для вот это вот мой первый потом пошли теги вот смотрите вот этот коммент я не по лайков потом и знать еще не по лайков хочу на курс отличная причина почему я тебя хоть должен выбрать потому что я хочу на курс это не причина почему именно ты то есть какое твое конкурентное преимущество перед другими все хотят куту кто отвечает то есть да даже не по лайков хочу на курса видите два раза вот мы потом проверим на повтор чтобы вот такого не было потому что человек вот хитруля пишет одно и то же но оставит разные эти так нечестно значит вот этот человек ладно раз его увидел во время стрима значит он уже останется с комментариями так и быть но если ты увидел до стрима то конечно же уже не смогла она оставлять потом я еще кому-то что-то и магазине успела сдать а это с первой группы кто там хвосты с первой группы что-то пишет потом еще кому-то я что-то там она меня там орали очень сильно и мне это не понравилось а еще знаете да вот когда я это я просто почему-то пропустил наверно не знаю почему не пропустил там кто-то на меня так орал ее мне это сильно не понравилось прям так орал сейчас это доскроем где-то сверху будет вот тоже комментарии я даже не повыкал потому что уж извините хочу получиться тут тоже что-то я пропустил на вроде шоу а вот смотрите на я прям так орут я еще написал никто не любит когда на них орут зачем же так громко тебе еще в лицо потом пород вы ржут ну прям вообще не культурщина поэтому вот я тоже скрещу пальчики чтобы вот этот комментарий ну чтоб не чтоб не он честно признаюсь я вот люблю честно говорить поэтому такие дела значит смотрите по комментариям так вопрос есть какие-то в лес фигмы пока с ума схожу благо есть ваши видосики клёво что вам нравится кстати по поводу фигмы думаю что летом вот не знаю когда будет 4 все спрашивают не все она многие спрашивают когда будет четвертая группа ребят я пока не знаю потому что непонятно чего с летом будет то есть малыш и коронавирус и вроде как сидим дома на с другой стороны может мы куда-нибудь поедем поэтому непонятно то есть скорее всего никуда не полетим потому что малыш и коронавирус но может быть куда-нибудь не знатном по беларусь или еще куда-нибудь поэтому пока планировать сложно ну плюс еще третью группу не завод запущу третью группу и потом где-нибудь через пару дней через недельку уже что-нибудь буду думать а пока даже не думаю вот и плюс скорее всего в четвертой группе будет тильда я не знаю надо где-то опрос провести часто третью группе и точно не будет но я планирую тильду запустить вот это будет на три стрима больше то есть сначала мы про тильду как там это все собирать я покажу а нет на два стрима больше сначала мы как это вот мы сделаем лендинг и потом в тильде как его собрать а второй стрим будет полностью про всякие анимации как это вот мы собрали а потом как это все за анимировать Вот, и, скорее всего, значит, у нас будет уже не 2,5 месяца, а 3 месяца. И, наверное, будет чуть-чуть дороже. На чуть-чуть, потому что, ну, тильда, это же не... Ну, это такая хорошая тема. Вот, но надо провести опрос, надо ли такое вообще людям или не надо. Поэтому пока я... Ну, я посмотрел другие курсы, и везде тильда, 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 и сейчас все тильда, тильда. А у нас там в чатиках в Оральне ненавижу тильду, ненавижу тильду, поэтому как-то непонятно. Вот, так вот, будет тильда, надо это все продумать. Поэтому, наверное, чуть-чуть четвертая группа отодвинется. С одной стороны, я сначала думал на 1 сентября где-нибудь там, потому что в школу 1 сентября, а летом хочется лето. Ну вот, летом непонятно, что будет, поэтому не знаю. Пока вообще не знаю, когда будет четвертая группа. А, так вот, я думал, что четвертая группа будет в сентябре, а летом, чтобы я не скучал, если вдруг никуда не того, то просто перезапишу курс по тильде. Ой, по фигме. Вот, потому что полтора года назад я слишком быстро тараторил, а как бы сейчас не особо-то замедляюсь. Но тогда я прям вообще, а, знаете что, я тогда быстро говорил, вернее нет, я говорил наоборот медленно, это я сейчас вот разговаривался спустя полтора года. А раньше я говорил медленно, но потом на монтажике я просто вот эти паузы удалял. И получается слово, к слову, к слову, к слову, к слову И получается И иногда вот откроешь какой-нибудь Ролик про сетки И действительно прям голова пухнет Вот если долго слушать вот эту монотонную Даже там с шутками и все равно Монотонный этот бубнеж, прям голова пухнет Ну то есть действительно прям тяжело А некоторые даже вот этот бубнеж Быстрый, они все равно его ускоряют Я прям не представляю, ребята, как вы слушаете Но тем не менее, я вот подумал, что во-первых Я там быстро говорил, во-вторых без вебки В-третьих уже и Figma сама обновилась В-четвертых уже есть и, не знаю, там Фреймы можно скруглять, раньше нельзя было То есть и примеры другие есть Поэтому, возможно, я летом займусь И перезапишу полностью курс Тем более там вот с 21 апреля выйдет обновление Еще многие просили, чтобы я Рассказал про это, но, ребята, я 21 апреля, скорее всего, буду Записывать с 21 апреля Потому что мало ли они что-то обновят Ну то есть, чтобы не было, я что-то рассказал А потом через 3 недели оказалось, что Вот ты ставила на паузу, а другие приходят и вымают клавиатуры Потому что для кого этот курс, ничего не слышно Ничего невозможно выловить А ты молодец, вот Поэтому летом, не знаю, может, я курс по Figma перезапишу А может, не знаю, может, там, тильда какая-нибудь В общем, планов прям вообще Сейчас же вот вышел новый ролик Ну как вышел, да, он вышел, но он в чатиках А появится в пятницу Про то, как я вот прям бубню вам что-нибудь рассказываю Какие-то такие вопросы про фриланс Я еще даже не знаю, как это назвать Или там фрилансер о фрилансе Или просто о фрилансе Или что-то там такое о фрилансе Ну, в общем, будет новый формат, где я бубню прям на камеру Без всяких там фигм и ничего Вот просто стою и разговариваю с вами там минут 5-10 Человеку сказать Вот, видите, норм же на x2 Ну, не знаю Вот, я честно скажу Я вот этот шестой, как его? Шестой Шестой сетки Урок номер 6 А, ладно Вот так можно на фигму зайти Видео Курс шестой А, значит, не так Вот шестой урок, он где-то здесь Нет, не здесь, вот здесь Там вот эта сетки Шестой В общем, не суть, но А, наоборот, на первой странице Просто подальше Сетка Вот, а, пятый урок Там прям вообще, вот мне прямо было некомфортно Вот другие ролики, может быть Но это было некомфортно Это было супер некомфортно Так, полчаса прошло Давайте еще 10 минут я поотвечаю на ваши вопросы И, а, кстати, давайте так То есть я-то выбрал победителя Но и... А, нет, давайте не так Да, давайте через 10 минут мы начнем определять первого победителя А пока я вам расскажу про комментарии Значит, смотрите Вот эти ребята, они сразу слишком хитрые И они нас покинули Вот, и тем более я просто не хочу, чтобы вот в макетах У кого-то было вот эта копипаста Тут, когда мы делаем вот эти вот карточки Да, а потом Если ты дизайнер, у которого 20 лет опыта Ты сделал вот такое Потом тебе надо выложить в инстаграме Тут и начинаешь химичить Там делать вот эти скриншоты Менять, в общем, гнусная история Прям вообще копипаста не люблю Значит, вот эти ребята нас покинули Прям вот жена вот этого мужа Она с нами остается Вот, я хотел показать, что есть ребята, которые пишут Ну, действительно, много написано И много разного написано Или вот, ну, чуть-чуть меньше Но, тем не менее, условия выполнены на 5 слов Кстати, мне мама сказала, что в ютубе уже надо 8 слов Я не знаю, где она узнала, но уже говорит, что надо 8 слов, а не 5 Не знаю, насчет инстаграма Значит, смотрите Потом вот эти ребята тоже не участвуют Не конкретно эти Ну, то есть, и эти мимо идут Потому что хочу принять участие, чтобы подарить Нет, ребята, никаких подарков Только вы Вот вопрос, почему именно вы? То есть, почему ты идешь ко мне? А ты не хочешь, ты отказываешься Должен присоединиться не я, а вот этот Все, значит, ты не идешь Или вдруг я подарю этот курс Ребята, никаких подарков То есть, это, конечно, клево Но потом окажется, что там человек вообще далекий от дизайна Что он там, у него закрытый профиль Что он вообще фигму даже никогда не устанавливал А зато он выиграл, и типа, теперь я должен с ним общаться Про фигму и все остальное Нет, значит, не-а Вот Это хорошее, да, или нет? А вот эти примерно Вот Ответ Вопрос, почему я должен выбрать тебя? Напишу еще комментарий Спасибо тебе Ту-ту-ту-ту-ту-ту А почему я должен выбрать тебя? Ответа нету Значит, мимо Хочу-хочу-хочу на курс Но это не причина, почему ты, а не второй Это, ребята, ну Тем более, тут вон сколько пингов А нужен был только один пинг На эмоциях была Заметит человек Вот выпадет вот это в рандомайзере Где тут ответ на то, почему ты? Непонятно Ответа нету Ой, забыла То есть, вот таких вот было на самом деле больше Это я вот сколько успел на скриншоте Столько на скриншоте Забыла отметить друга Честно говоря, друзей пока таких нет Улика Тех То есть, друзей нету Забыла отметить Где ответ Почему ты должна к нам идти Ответа нету Ну, извините А может, все-таки этот комментарий выиграет? Отличная причина Почему ты идешь? А может, этот комментарий выиграет? Нет, хочу на курс Ну, вот хочу на курс Это не причина Должна быть аргументация Почему именно ты? Все, кто пишут комментарии Очевидно же, что они хотят Тем более, тут два пинга Потом Почему должен выиграть именно у тебя? Я Все просто Первый, на мой взгляд Обучение Вот опять Началось про меня То есть, вроде бы Почему именно ты? А ответа нету Потом сразу про меня Так не пойдет Про меня не надо Надо было про себя Про меня было в прошлый раз Уж извините В этот раз мне было интересно Почему именно ты? Почему, собственно, не получил? Вот тоже А почему ты? А почему бы не поучаствовать? Как будто человек мне делает одолжение Никогда не принимал участие Сейчас же есть интерес Почему ты? Непонятно Как будто мне сделал одолжение Вот тоже мимо По ТЗ больше пяти слов дон А где пинг? Вот видишь С ТЗ не справился По ТЗ было еще пингануть А ты не пинганул Значит, по ТЗ Значит, у тебя все Отрицательный отзыв А вот эти вот Казалось бы Тут ничего такого нету Но тем не менее Почему ты? Надеюсь, мне повезет Хочу научиться делать крутой веб-дизайн То есть, есть какая-то причина Почему ты? Хочу к тебе на обучение Буду рада обучаться в сфере дизайна Почему ты? Есть ответ Есть ответ Потом Почему ты? Хочу перенять опыт Тоже есть ответ Мне нравится Тут вроде бы про меня А потом где-то было и про него Вот Но хочется окунуться в весь процесс От и до Есть причина? Есть причина Хотя вроде бы и про меня А тут причин не было Поэтому, если выпадает комментарий Сначала смотрим, чтобы был пинг Потом смотрим, чтобы Профиль был не пустой Потому что вроде бы профиль открыт А там какие-нибудь Три фотографии Например, вот профиль Он открыт А тут три фотографии Но не про человека А просто какой-нибудь закат Закат и река Извините, это пустой профиль Надо понять, что человек живой Потому что сейчас вот у нас уже У нас было 50 человек А сейчас стало 49 Потому что, во-первых Человек выдавал себя за другую То есть вообще под чужой фотографией У нее даже есть свой сайт И она там на своем сайте В блоке обо мне Чужая фотография Причем ладно, просто чужая Там вообще, как оказалось Известная какая-то девчонка Из рекламы Плюс на сайте у нее есть работы Но в этих работах Нигде нету копирайта То есть кто это сделал Непонятно То есть вообще, возможно Это даже не ее сайты У нее на сайте нигде нету ссылок На ее социальные сети Вообще нигде В общем, ее Она сделала домашку Самое интересное Вот слушай, давайте сначала В первой группе Сделала девчонка домашку То ли лендинг, то ли А, по-моему, интернет-магазин Сделала прям отпадно, офигенно Я сразу же пошел Ее похвалил в сториз Там все ее начали хвалить А потом мне пишет девчонка Со второй группы Что она, вот эта вторая группа Разрабатывала прототип Этого дизайна Ну, это как бы Странно стало То есть человек вроде бы Сделал прототип и дизайн с нуля А оказывается, что другой человек Делал этот прототип Оказалось, что вообще этот сайт Он есть Он живой, он сверстен Плюс он клевый И там чуть ли не пипеткой цвет Взят элементы один в один Может быть где-то там Чего-то там поменяли Но в целом прям копия-копия Даже не из двух сайтов Сделали какой-то Третий А просто вот Даже второго сайта нет Просто вот копия-копия Я про... Ну, мы там расстались То есть ту домашку Смотрите, чтобы смотреть Следующие ролики Надо сделать Сдать домашку Я принимаю домашку Идешь смотреть следующий стрим Значит, вот этот вот Интернет ворованный То есть Самое обидное, что я там Человека похвалил Оказалось, что я вообще Научил воровать А не дизайн делать Вот И, конечно, было Нет Неприятно Давайте я пока себя Большого сделаю Пока у меня глаза не краснющие Не краснющие еще? Вроде нет Вот И, значит, я эти домашки Ворованные Отменяю И получается Адаптивы интернет-магазина Интернет-магазин дизайн И прототип интернет-магазина Вот эти три домашки И между ними еще две Я отменяю Потому что я не могу Принять ворованный Получается, пять домашек висит А курс заканчивается Там через неделю И, соответственно, ты не успеешь Сделать новый интернет-магазин с нуля А значит все Значит, до свидания, бан Вот И я про эту историю рассказал На первом уроке второй группы Потом, когда мы делали дизайн У нас есть упражнение Один плюс один сделать три А не два То есть не из двух сайтов собрать Что-то из них То есть не структура и стилистика И собрать не что-то, копию какого-то А собрать абсолютно третий сайт Вот про это я все рассказывал И в итоге оказалось А, значит, сижу, смотрю Макса Ширко Вот эти сайты У них недавно подборка была Что-то там про Тильду Какие-то там В общем, что-то там про Тильду И я вот смотрю У него в экране Дизайн моей ученицы И это было настолько Я ошарашен был И оказалось, что она тоже Вот прям копия в копию Даже не вот Ничего не Ну что-то там поменяло Но цвет футера прям пипетка То есть код футера Точно такой, как в макете Там фотография океан такой Бирюзовый Как в Мальдивы И там у него Вот у Макса Ширко Там вот в этом Кто-то сделал Тоже Ну прям копия в копию Ну и соответственно тоже Заблокировал Домашку я убрал И получается, что надо Все переделать А курс скоро заканчивается А потом оказалось Что она под чужой фотографией Что она вообще чужой В общем Вот И нас стало 49 Поэтому такие дела Я сегодня видел одного дизайнера Которого просто работаю Ворованная из беханца Как так можно? Да, там в чатках тоже Иногда Такое обсуждаем А еще бывает Что не просто Ну то есть Конечно, когда ворованный Там прям видно У одного Ну кто у кого своровал А еще бывают курсы Где Преподаватель что-нибудь делает Не знаю Там бургеры какие-нибудь Там доставка пиццы А потом 40 человек За ним повторяют И в итоге просто вот 40 таких же сайтов Потом висят на беханте У соседей Друг у друга Там конечно где-то В сноске написано Что было выполнено В рамках курса У такого-то такого Ну во-первых Это попробуй найди А во-вторых Когда 40 работ На беханте В одно время загружены Это как-то странновато А вот я например На курсе вообще ничего не делаю Ну в плане Я не показываю Никакие лендинги Я не делаю Интернет-магазины Я не делаю Зато у ребят У всех разные дизайны Разные макеты Все разное И все довольны То есть Они за мной не повторяют Я пошел к вам на обучение Отстал от полиграфии Да Полиграфия какаха, ребята Потому что я вот Тоже прошел через полиграфию Так, давайте теперь Голосовать Значит Сейчас мы будем выбирать первого Давайте так R это рандомайзер А V это вручную Или не знаю Напишите Напишите просто Рандомайзер Или вручную Прям так и напишите Вручную И тогда посмотрим Кого мы первого Выберем Или через рандомайзер Или через ручную Вручную Вот я пока Отдохну А еще По дороге В апрельскую группу Тоже было Две истории Которые прям тоже Можно добавить В утины истории Давайте одну расскажу А вторую Потом посмотрим Успею или не успею Значит первое Надо было вот здесь А, да Вот здесь вот Надо было В этом посте Оставить комментарий Вот тут И все писали То есть вот Абзац текста Абзац текста Абзац текста Текст у кого-то там Длинные абзацы текста Один парень написал Прям простынющую Такую-то И оказалось Что там ограничение 2600 символов Или сколько И в итоге Он не поместился И знаете Что он придумал Он пошел мне Спамить в личку И он мне прислал в личку Еще там пятый том Войны и мира И говорит Вот читай Естественно Я читать сейчас Это не буду То есть сейчас Я это читать не буду Почему я должен Сейчас читать Если розыгрыш потом А когда у нас будет розыгрыш Конечно же Учитывая как у меня там Все вот вниз туда Падаете Когда новый кто-то пишет Конечно я даже не вспомню Кто мне там писал Плюс И вот никто мне А, два человека писали в личку Один это вот этот С женой которой Который с женой Вот Который вот здесь вот был Он пишет Мои комментарии видны Я говорю, ну тут только ты их видишь Вот И еще вот тот парень Который самый хитрый оказался Что иди читай Конечно сейчас это читать не буду В итоге вот он тоже Остался без комментариев Потому что А, нет Еще один написал Еще один написал с песней Да Сейчас мы еще про песню поговорим Еще третий был Который тоже с песней Вот Во второй Когда мы проводили На мой день рождения розыгрыш Там победил парень Который Который нарисовал меня И у всех были текстовые комментарии Так это не так Это как-то вот сюда Так я же включил экран Да У всех были А это кстати да Это что тут в этом посте Чего-то я ухожу Это же вот здесь Да Вот он нарисовал У всех были текстовые посты И признаюсь честно Мне было сложно выбрать Там 10 кандидатов было Но надо было выбрать одного И вот Его Вот он прям Все Никаких базаров И при этом Он мне не писал в личку А другой вот парень Написал песню То есть Никто Вот Не было ничего Вот в этот раз Не было ничего такого Не связанного с текстом То есть Вот только один комментарий Был не связан с текстом Это вот С песней И вот он тоже Давай в личку Как будто я не увижу 215 человек Что 215 Вас 215 Клёво Сейчас наверное А так Посмотрим Рандомайзер 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 Ну судя по всему Будем через рандомайзер Да Через рандомайзер А потом Еще получается Когда что-нибудь Порассказываю Вам Может про курс Может еще про что-нибудь Вот И тогда Второго выберем А потом будет анонс Для тех Кто не успел И скорее всего Если вы этот ролик Смотрите в записи То вы уже тоже не успели Так что Кто сегодня Кто первый Того этапки Такие дела Так что это будет под конец Значит рандомайзер Да Все значит Идем смотреть Рандомайзер Тут я уже не буду Переобновлять Кто там успел Тут успел А кто не успел Мы потом просто посмотрим Через поиск Через поиск Значит идем в рандомайзер Забираем пост Вот он тут есть Все Вставляем пост 200 рублей С меня сняли Что нажимаем Так чатик Где чатик Так Это не то Ты вам все рассказал Так я рассказал вам Что вот такие комментарии Где есть причина Тот участвует Где вы хвалили меня Ну ребята Ну как бы мне приятно Но почему вы должны Нет ответа Добрый день Нравится ваша подача материала А что я тут Хотел показать Самый А ну типа вот есть причина Почему Я считаю что менторство Туту 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 И вот я стараюсь Поэтому есть причина А если причины нету здесь То значит извините Все вставляем И идем Да все Нажимаю старт И узнаем Скорее всего Узнаем про победителя Кстати На 20 комментариев Стало больше Так Ой Сейчас Эй Иди сюда Пока не сломалось Вот Так Рандомайзер 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 Сейчас узнаем Первого победителя Первый Первый Иди к нам Ну Давай Тутун Где Где Тутун Ну кто там Я в дизайне Новичок От слова Совсем Есть проект Который запущенный Работает Но знаний маловато Хочется получить еще Причина есть Причина есть Особенно от вас Класс Один пинг Причина есть Все идем Во первых мы Попо Попо А Попова Извините Извините нас Попова Вот Значит мы сейчас Проверим Чтобы не было Повтора Попова Попова То есть Да Вот Она Сейчас мы проверим Чтобы у нее Не было Одинаковых Комментариев А нет Всего А вам видно Что здесь Двоечка А вам не видно Ну поверьте мне На слово Там действительно Двоечка Вот Видите Один из двух Значит Все Осталось только проверить Чтобы был Не пустой профиль И все И первый Участник Есть Так Как это сделать Это вот сюда Мы нажимаем А потом Меняем Меня на Попова То есть Так Все Профиль Действительно Есть Все Поздравляем Видите С первого Раза Выбрали Через Рандомайзер Игрушки На заказ Вот пойдет На обучение Игрушки На заказ Екатерина Вот видно Что человек Есть Вот он Видите Настоящий А не так Что профиль Пустой Вот если бы Например Было Три Вот таких Каких-то Картинки Или Не знаю Там Два Аниме Каких-нибудь Тогда Непонятно Что за Человек Или Там Представим Вот выпало Что-нибудь И было Одни Куклы Ну непонятно Что за Человек А так Вот видно Что человек Не скрывается Вот самое Что Потому что Та вот Она Скрывалась Она Скрывалась И она Аргументировала Это Что я Как Суеверная Самое Интересное Я Суеверная Но в Инстаграме То есть я ее Инстаграм В группе Не выкладывал Но я-то Видел ее Инстаграм У нее В Инстаграме Есть ее фотографии С детьми Есть фотографии Но где-то Там В Телеграме Где-то еще Она под чужим Фотографией То есть я Я суеверная Но при этом В Инстаграме Не стесняюсь Так Все Значит Екатерину Мы поздравляем Все срослось Первого раза Это прекрасно Потому что Не пришлось Что-то там Выдумывать Объяснять Что там Причина не та Вот поэтому Ребята В следу Наши розыгрыши Будут постоянно Ну то есть Каждый раз Каждая группа Не знаю Вот в это На эту группу Например Было два розыгрыша На день рождения И сейчас Поэтому смотрите Условия Если написано Расскажите про вас Так что Рассказывайте про вас Ну то есть То что вы меня похвалите Это конечно Мне очень приятно Но нечестно будет Или когда вы Просто спамите Одинаковые комментарии Это тоже Супер нечестно По отношению К тем Кто Время тратит Пишет Придумывает Знаете Как сложно Придумать Разные комментарии Очень сложно Так Надо же забрать Забрать надо Куда-нибудь Куда А вот здесь Здесь Я сохраню себя Так Давайте я вам Расскажу еще одну Историю Про то Как человек Некрасиво поступил Пока У меня есть деньги Поэтому я иду к тебе Это было супер Некрасиво Да Екатерина Мы поздравляем Я так рад Слушайте Я честно Я так переживала Что с первого раза Не потому что Многие писали Без причины Там вот Несколько комментариев Они действительно Были прям на грани Вот эти вот Нет Не эти Вот этот например А почему бы Собственно не поучаствовать Никогда Не принимал участие Сейчас же Интерес есть Интерес есть Заниматься дизайном Или интерес есть Просто поучаствовать В конкурсе То есть Вроде как Я не знаю Тут есть причина или нет Вот почему я должен тебя Потому что я хочу Поучаствовать в конкурсе Ну как-то Вот Если бы вот это выбрало Я чувствую Срачик был бы Поэтому хорошо Что Или вот тот Орущий на меня Человек на меня Орет Смеется мне в лицо Я действительно Я просто не хочу Чтоб он мне Потом орал на меня Два с половиной месяца И ржал надо мной Постоянно Поэтому конечно Я прям Все пальцы скрестил Чтоб не выпало Но если бы выпало Все таки пришлось бы Наверное Чтоб на меня орали Тегать себя В магазины Это ну такое Особенно подробно Тан-тан-тан-тан Два места Да Сейчас еще я скажу Кого я выбрал Тан-тан-тан-тан А есть кстати Екатерина Ты с нами сейчас Интересно было бы Есть ты Может там уже написала А я не посмотрел Екатерина Как вы пришли Клаб дизайну Что произошло Что вы хотите Этим Хорошо Сейчас расскажу Давайте вот про курс Про то Как Некрасиво девчонка Поступила Что У меня есть деньги Поэтому я к тебе иду Но это супер Супер Вообще Неправильно В общем Я во первых Вот этот пустой профиль Не хочу брать людей Которые Ну действительно Скрываются Под чужими фотографиями Под чужими именами Потому что Общаться мы там В чатках Очень плотно общаемся Я всем утра Просыпаюсь Пока ребенок одевается Я кому нибудь Домашку проверяю Потом я пока Смотрю футбол В час ночи Я кому нибудь Домашку проверяю Потом пока Обедаю сижу тут супчика я кому-нибудь домашку проверяю общем это мы общаемся 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 и я не хочу с какими-то пустыми непонятными то есть если человек скрывается на то у него есть причины но мы в этом разбираться и вообще нет никакого желания вот поэтому я всем кто пишет говорю покажи даже если мне написал закрытый профиль ладно его же можно открыть на минутку вот я посмотрел бы чтоб там было главное чтобы он был не пустой вот ну а вторая причина второе условие чтоб попасть это фигма потому что первой группе была ужасная история когда после седьмого стрима я услышал что а ты не показывал как двигать линию линию двигать мы там таблицы делали и я не показывал как двигать линию и действительно тогда условия брал прям всех то есть ты хочешь пойдем вот и это была ужасная ошибка но все-таки учиться на своих ошибках поэтому теперь я беру тех кто уже фигме что-то сделал то есть всякие компоненты автолаяуты как там что это все мы конечно разберем там всякие задачки у нас есть классные вот но надо чтоб человек смог смог таблицу нарисовать смог не знаю кнопку автолаяут обернуть поэтому вот есть такое условие так вот одной девчонки в январе не давайте так меня позвали в клуб хаус и там 18 часов уже 18 часов начала надо что-то будет разговаривать общаться с кем-то тут 1740 прилетать 200 долларов я не понимаю кто то есть я всем уже все сделали там закачки никакие не должны были и пока по ребятам там тоже никто не должен был ничего прилетает 200 долларов и пишет мне такая я оплатила на курс типа я оплатила и давай добавляй меня в дискорд что-то такое вот я уже действительно хотел человеку дать доступ а потом я так вверх туда об смотрю а там написано вот эта история грустная у меня такая заготовка которая всем скидывая люблю люблю время экономить поэтому отметь такая заготовка с грустным смайликом вот я шок скопировал текст и вот это вот я прямо отправляю туда был грустный опыт то есть вот я написал покажи что-нибудь фигме потом я написал вот это вот и тут вот 17 января али какой-то там января а сейчас там 3 марта или какое-то марта и вот тут прилетает 200 долларов то есть я сказал покажи что-нибудь у нее ничего нету она молчит и в итоге она присылает 200 долларов и я понимаю что блин это вот меня сейчас надо эти налоги class каждого поступления то есть это поступления эти деньги не заработал в это поступление ади 5 процентов плати То есть я и сразу сказал, я 5% оставляю себе, я тебе возвращаю обратно 190. Вот, но мне это же этот гемор, да, и всегда всем интересно, чтобы каждый человек понял, сколько он зарабатывает в месяц, например, там с фриланса, еще откуда-то, еще откуда-то, но сколько ты заработал, а не сколько ты надолжал, сколько еще чего-то, а тут получается деньги пришли, ты их отдал, но поступление было, и мне вот в этой таблице, которую я каждый месяц себе веду, надо какие-то там формулы придумать, что-то откуда-то отнимать, потом я давай ей отправлять, меня спрашивают ее имя, фамилию, там уже клуб хаус, там уже люди ждут, надо будет общаться, тут уже 1750, меня спрашивают имя, фамилия, я пишу, дай мне свое имя, фамилию, она молчит, и короче, это такой гемор, такая подстава, вот, что это вообще за подстава, у меня есть деньги, поэтому я иду к тебе на курс, в общем, ребята, это супер некрасиво, класс, спасибо, ребята, что смотрите, целый месяц, на самом деле, тут есть люди, несколько человек есть, которые меня смотрят, которые меня смотрят, когда еще буквы печатал, представляете, как долго, но месяц это клево, Екатерины нету, ну ладно, мы ее потом поздравим в инстаграме, надеюсь, на рандомайзер не смогла ничего красиво написать, но очень жаль, ты там был на грани, так, сегодня футбольчик сегодняш в 11, поэтому вот будет анонс, поэтому нам главное успеть до 11 часов, Потому что у меня сегодня даже не буду педали крутить, потому что футбол в 11, плюс и Реал играет, за которые мне интересно посмотреть, а там еще Холланд вроде как должен рекорды Криштиану побить, поэтому будет у меня сразу два футбола будет, вот, а завтра в школу в 7 утра, в общем, тяжкий вечер предстоит. А, так, давайте на вопрос отвечу, который, который что-то там спрашивали, как я пришел, что хотите этим заниматься, значит, смотрите, у меня есть такая страничка, такая страничка есть, где написано про 17 лет, Кто-то вот иногда вырывает из контекста, есть у меня вот несколько хейтеров персональных, которые любят клавиатуры ломать, и они вот эту фразу про 17 лет, они вырывают из контекста, хотя это фраза о том, что я вообще, то есть вот с самого начала 17 лет опыта, это вот с чего я начинал, то есть как я вообще докатился до того, где я сейчас, вот я начинал с маляра, и вот тут вот пошло 17 лет, но вот все люди любят вот это вот вырывать, и что 17 лет работаешь, а тебя в Яндекс не возьмут, и как бы круто, что не возьмут в Яндекс, вот, потому что, ладно, давайте про это тоже расскажу, есть вот хейтер, который вот любит где-нибудь там на VC, еще где-нибудь рассказать про то, что меня, что я не занимался какими-то там супер, такими огромными проектами, что ничего, я там банковские сервисы не делал, ничего такого, и как бы круто, то есть один человек сидит 3 года делать какой-то там банковский сервис, вот с этими input'ами, постоянно вот эти формы, 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 калькуляторы, 3 месяца, эти UI-киты, вот это вот все это, а другой человек за 3 года, я не знаю, сколько за 3 года, не знаю, там 500 проектов сделает, из которых, наверное, ну, 350, наверное, будут разные заказчики, наверное, ну, не 150, но, может, 100 человек вернется с новыми проектами, то есть, ну, 400 человек, например, разные, с разными характерами, разными настроениями, но они останутся довольны, они будут меня рекомендовать, я за 3 года заработаю намного больше, чем тот, на разных заказах, у меня будут интересные проекты, я смогу выбирать, то есть у меня разнообразная жизнь, а там человек сидит 3 года, и потом ходит, ломает клавиатуры, что вот я за 17 лет, и меня в Яндекс не возьмут, ну, и как бы и прекрасно, вообще, то есть, я по этому поводу не парюсь, а вот он там за меня переживает, значит, смотрите, я работал в стройтряде, началось все вот с этого, маляр 2 разряда, на лето остался, штукатурил, ну, то есть, это как бы не дизайн, ну, тут просто, чем я, вот как я работал, вот, 17 лет моего опыта, потом я работал админом в клубе почти 3 года, начиная со 2 курс, а, с 3, 3, 4, а, ну да, 3 года, 4, 3, 4, а нет, 3, да, я всегда думал со 2 почему-то, с 3 по 5 курс я сидел, и вот по 15-20 часов в сутки я играл в WoW, а чем больше ты играешь, тем ты круче на сервере, и поэтому я докатился до того, что я был за аликов, альянс и ордат, в общем, за хороших, топ-1 по одежке, вот, а потом, когда-то 1 января в каком-то там году проснулся и продал своего чара, хотя мог его продать тысяч за 5 долларов, это вот в каком-то году было, это, представьте, это сколько лет назад было, не знаю, 12, а, подождите, ну, лет 15 назад я бы мог продать своего чара за 5 тысяч долларов, а его просто удалил, вот, потом я попал, посмотрел, куда я, потом я сходил в армию на 2 недели, меня вернули обратно, потому что сигарет много курил, вот, и потом я нашел в газете объявку инженер электроник, у меня, по-моему, я по специальности инженер электроник, мне позвали на завод, вот, и я пришел туда на завод, мне показали, вот тут мы холодильники паяем, не холодильники, а вот эти платы, которые внутри холодильников, там вот платы, которые внутри телевизоров, там еще какие-то платы, тут вот канистра с этими транзисторами, там вот чан с электродами, там еще что-то, а я понятия не имею, чем конденсатор от транзистора отличается, для чего нужен, ну, что там, транзистор, конденсатор, а и резистор, понятия не имею, Поэтому я сказал, что нет, я пошел И вот случайно увидел, что где-то там автокад есть А я на лабах, вот я редко ходил в универ Но все-таки я там видел вот этот автокад И в итоге я пришел туда, и мне сказали, на черте прямоугольник Еще что-то там на черте, я это справился И вот я 11 месяцев автокадил И где-то вот здесь вот я уже установил фотошоп Потому что надо было там что-то делать, какие-то там рисуночки Но в основном был автокад А потом вот с этими рисунками я пошел в полиграфию И там я занимался вот практически два года Дизайнером на производстве Мы сидели в таком подвале, у нас там была тампопечать Это вот на ручках, вот есть ручка какая-нибудь Где тут ручка есть? Ну вот, представим, ручка есть Вот ручка, и вот это называется тампопечать То есть оп туда И на кружках, на ручках, на всяких таких штуковинах Плюс шелкография, плюс лазерная гравировка Тиснение В общем, всякие ежедневники, майки там Вот это вот все Я прошарился хорошенько так И там тоже был фотошоп Потому что надо было какие-то логотипы как-то изменять Еще что-то Вот, ну пришли, принесли большой логотип Его надо уменьшить Может там перекрасить в один цвет или еще что-то А вот потом я попал вот сюда И тут я очень хорошо прокачался в фотошопе То есть я вот отсюда С этого происходит А, нам тут зарплату задерживали Не платили зарплату месяцами Потому что там кризис какой-то был Еще что-то, по 2-3 месяца не платили зарплату И просто все поуходили Вот, и в итоге Меня так, по-моему, и не рассчитали Но вот я пошел вот сюда И я думал, что я знаю фотошоп в то время Ну не знаю, там на семерку из десятки А казалось, вот я постоял за спиной У одного дизайнера, у второго, у третьего, у пятого Оказалось, что я фотошоп вообще не знаю То есть на единицу, наверное И вот я постоял за одним Посмотрел, что он нажимает у второго, у третьего, у пятого И реально, вот я прокачался И вот тут мы работали по принципу свободной кассе Как вот в Макдональдсе Приходит человек с тобой, сидит Ты ему делаешь календарь, визитку Там часы какие-нибудь Вот эту вот печать на часы в тарелку Потом на майку, еще что-то Он ушел, пришел следующий Вот так вот, свободная касса Два через два по десять часов И работал, много работал Я бы на самом деле дальше там работал Я там докатился до, знаете, до чего Он даже диплома, он открытие года За самый эффективный Три диплома сорвал, целый куш сразу Вот, и я доработался, да, как-то там звался Что-то там, как-то меня звали В общем, какой-то там технический специалист отдела дизайна То есть не арт-директор, не ведущий куда-то там дизайнер А просто технический То есть у нас там были шаблоны какие-то Сколько того В общем, просто вот техническая часть Как готовить, как подготавливать, как на печать отдавать Вот, и я любил куда-нибудь что-нибудь ляпнуть Что-нибудь, в общем, не сиделось мне на месте И мы не сошлись характерами с дизайнером С директором по маркетингу Она была жена директора Ну, в общем, можно сказать, что тоже директор Ну, то есть директор по маркетингу Как бы тоже, ну, в общем, хозяйка вот этого всего Вот, и меня как бы не то, чтобы прям уволили А просто сказали, давай-ка все-таки Вот тебе 30 дней, ищи работу И вот за 30 дней я, по-моему, ничего не нашел Или нашел, но не сразу А я, по-моему, даже вот с этим портфолио пошел Куда-то там, и мне сказали, что Слушай, парень, меня там так отшили Сказали, такую-то дичь А мне казалось, я там такие открытки классные делаю Такие там календарики Такое все классное дело И мне там реально поставили на место Пустили на землю И еще сказали, что забавно, что Вот отсюда приходила девчонка какая-то Вот пару дней назад И у нее то же самое И тоже она пошла домой Вот, и я, в общем, вот отсюда Технолог с этой работы Спросил где-то там в скайпах Тогда еще, наверное, телеграммов не было Представляете, какой я старый Вот, еще Аська была, Мирка Вот, и где-то там они спросили Он спросил, нужен ли кому-то дизайнер Потому что пропадает человек Вот мне потом часа через два Позвонил мой будущий старый Будущий бывший директор И позвал меня на собеседование И вот они уже делали сайты И вот где-то здесь были мы То есть сколько это время? У нас там было ДНД То есть мне, НДА Мне нельзя было про это рассказывать То есть когда я вот отсюда ушел вот сюда В следующий офис Мне даже нельзя было То есть я взял себе в портфолио какие-то работы А мне потом позвонили, говорят Слушай, а что ты в портфолио добавил? У нас же нельзя Я даже понятия не имел, что нельзя В общем, где-то вот здесь вот были Ну, то есть сейчас там много времени прошло Поэтому уже можно, конечно же, рассказывать Где-то вот здесь вот были мы А потом вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут Где-то там был Дисней То есть можно сказать, что я работал на Дисней Но на самом деле я был вот здесь и в общем мы там делали всякие штуковины такие интересные я чего-нибудь найду переводили но сначала я пришел туда и мне надо было сделать баннер этого флеша и представляете насколько я старый тогда еще flash был этот flash cs какой-то там я сделал баннер который вроде такой классный анимированный но так быстро слайды листались что даже нельзя было ничего успеть прочитать они там с меня орнули но в целом они посмотрели что технически сделано все хорошо просто очень быстро поэтому мне позвонили сказать через сколько там дней и сказали что я пару дней посидел и поделал все дома а вот кстати хотите вам покажу вот это я делал вот там такие вот штуки когда-то даже вот эти банки увидел в магазине так обрадовался вот в общем какие-то такие штуки и сидел дело вот я пришел вот с этим вот и мне сказали слушай это такая дичь когда-то вот тогда этот в каком году было четырнадцатый год и а это нет это уже не то это портфолио как раз вот с офиса куда я уходил вот в общем что то вот такие какие-то штуки делали сказали слушай это такая хрень и какие-то иллюстрации типа тут все такое хорошее тут понедельник вот в общем вот это вот а вот где-то сертификат вот мы для диснея делали всякие там сертификаты они нам делали преддавали сразу целый пакут выходят фильм какой-нибудь или игра или мультик и у них там целый паком гигабайтами просто или терабайтами не знаю там всяких пнг шик вот надо было с этих пнг шик что-нибудь красивое составить это мы вендосики какие-то делали сейчас может что-нибудь найду веб-сайт с чоком голос а вот еще там всякие сайты делали всякие конкурсы то есть вот детская тематика была но сначала мы просто переводили например есть игра на английском а нужно было нужно было прозвучит а вот например фильм выше вот этот рейнджеры а тут не видно все такое мелко вот одинокий рейнджеры надо было составить какие-то рассылки в общем рассылок много всяких делали и такие классные картинки конечно же хотелось портфолио потом оказалось что нельзя вот но в целом сначала просто переводил например есть английское слово со об мыло и надо было вот это с по об зачеркнуть как-то за фотошопе убрать и написать мыло вот этими занимался первое время конечно я прям сидел и то есть первое время очень-очень сильно всех этих рассылках сайтах на всем остальном на баннерах прокачался очень быстро а потом я реально уперся в потолок и и все то есть постоянно одно и то же просто другой пак пнг шик и из них сиди собирай это начало угнетать в итоге я просто ну мы договорились что два три месяца если мы сможем найти какой-нибудь крупного заказчика который тебя загрузит то работаем дальше если нет то тогда уходи в итоге ничего там и арт-директора взяли чтобы меня как-то развивал он и потом помощника дизайнера взяли но все равно что-то как-то нет нет работы то есть работа есть но она одна и та же монотонные я не развиваюсь поэтому я уже хотел уходить на фриланс но тут меня позывали вот эти ребята и надо было делать вот эти вот сиськи письки вот 30 процентов сиськи 30 процентов письки 30 процентов про похудашки 10 процентов все остальное всякие там чудо кабли расчески я так сильно прошарилась вот в этих вендах продуктовых очень-очень сильно не знаю на бланте ли у меня стал еще нибудь такое где-нибудь там в конце наверное я все уже по удалял смысле не по удалял обновлял ну вот типа кофе вот это да это вот продуктовый вент вот у нас есть товар продукты надо его так сейчас я чудом это не там что-то пишет а это не в смысле ехать на мало ли там что-то важное по поводу стрима кстати поставьте два плюсика если вам там не скучно и вообще вы есть и меня видно слышно и вот потому что я что-то долго разговариваю а у вас как-то не спрашиваю все ли в порядке кстати ремонт доделал так что вообще красота так 15 секунд до вас сейчас дойдет моя телеграма как все время у нас есть так напишите слышно ли видно вроде бы вроде бы должно быть слышно и и должно быть видно класс и в этом не скучаете да ну клёво вот в общем дело какие-то такие штуки прошарилась вот прям самого-самого начала сначала мы придумываем что должно быть например мы хотим прописки например опять потом что надо найти товар нас лики нибудь там капли и потом вот эти капли нужно придумать логотип нужно написать текст и потом сделать причем смотрите какой аккуратненький другой классники это сколько лет назад было и вот минут до сих пор нравится вот потом очень полный циклов от идеи и до реализации через как его колл-центр вот а если потом какие-то остатки не продались то мы потом эти товары перри собирали и давайте уже раньше были капли от писика теперь капля тисик вот но в целом то же самое та же история 11 месяцев я в меня психика просто не выдерживала постоянно одно и то же то есть вот этот вент этот два дня а потом через два дня опять то же самое потом и тогда не было ни адаптивов по моему ничего не помню делали ли мы адаптивы или нет может делали только не на 320 какой-нибудь или у нас там верстальчик все собирал но я помню что вот быстро быстро постоянно 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 а самое интересное что они знали что я фриланшу то есть я приезжал пораньше фрилансе у нас там них там был целый отряд тех кто сидит и читает чужие skype то есть смотрит что на мониторе происходит я сидел фрилансе уделки то заказы с фриланса и но успевал делать вот эти вот сайты и их устраивало то есть их устраивал тот результат который я делал за три часа из восьми в офисе не знаю там час на покушает час там на покурить сходить курив вообще 14 до 28 лет и вообще ужас не курите ребята вот это уже знаете сколько не сколько это четыре часы смотрю 28 3 7 8 год вот поэтому не курите вот и их устраивало все и поэтому наверное долго меня терпели в этом плане что я фриланшу а так вот самое интересное они знали что фриланшу и они психанули и сказали давай мы тебе будем давать на фриланс работу то есть мне вот это я делал в офисе какие-то проекты а потом я еще домой приезжал и делал для этих же ребят то же самое но только другой проект и я еще боялся что меня в облантир забанят потому что когда дома я сижу нема базар но когда я приезжаю домой и самое интересное что у меня зарплата была два раза в месяц а вот за это мне просто дополнительный налик давали ну это было вообще удобно вот так я боялся что вот менеджер который сидит со мной там в офисе мы же в интернет выходим все под одним айпиш ником ну я не знаю я так предполагал что вот наш офис выходит в интернет под одним айпиш ником вот эти ребята увидят что я например что мне менеджер создал проект один айпиш ник я потом откликнулся там через две минуты под тем же айпиш ником и получается как будто сам себе накрутил я в общем переживал что такое будет но на самом деле как-то не знаю может нам разные печники были может еще что-то может этот год не работал фиг его знает но в общем прокатило ее такое было не на там раз пять может 6 и никто мне ничего не предъявил вот поэтому какой год он 15 15 год 6 лет назад а все остальное уже по удалял да да больше продуктовых не осталось вот этот не нравится до сих пор не удаляю такую классную схемку сделал сидел там где-то делал поташок чеки домики в иллюстраторе нарисовал поэтому нравится до сих пор еще вот эти вот объемные кнопки были популярны вот такие дела так ладно что у нас там по времени еще по времени еще давайте пообщаемся а то сейчас расскажу кто едет с нами и все и вы разбежитесь а может и не разбежитесь вы похожи на филимона вас краска с канала а кто это такой вот посмотрим кто это вот на этого это филимонов или вот этот но этот волосатый начнем в смысле я не подхожу или вот этот на кого-то из них я похож или вот на этого непонятно и лимонов филимонов на кого-то из них наверно ну не знаю похоже может может быть что привели мне привычку пить воду да пейте воду это очень очень полезно пейте вода вот у меня стоит всегда я соску с а у меня есть пост да выше наверно же вкус в курсе как я долго искал свои соску но я я к этому очень долго у меня было время когда я сидел на коле очень очень долго я прям кола 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 не мог ненавидел пепси давайте я большого включу пока или красный уже не еще вроде нормально вот поэтому я очень долго белого колу потом перешел на пепси а вот меня кола и пепси вот прям целая эпоха была 2 литра за вечер этот стабильно вот любил купить и в стакан с кеми-нибудь и льдом это заходило на ура потом я пересел на соки вот соки вот эту купишь эту банку как его а еще скажу рич и меня забанят ролик да хотя все равно наверное не будем сохранить ничего полезного в нем сегодня все равно нету вот трубочку туда об и все и сидишь сосешь это было очень удобно и мне очень нравилось и это я наверное тоже несколько лет пил соки а рич только потому что мне нравился он беленький вот мне все беленькая беленькая у меня тоже какой-то пунктик на это был что вот беленькая банка мне нравится это знаете как и я не могу пользоваться тем что мне визуально не нравится например цветы покупаешь на цветочном сайте я цветочный сайт они все такие в основном и поэтому сразу идешь на другой сайт или когда я покупал машин для машины как ее сигнализацию у нас тогда была голубая машина и мне казалось что красная с голубым будет намного интереснее чем синее с голубым потому что бывает красное синий панель еще какая-то вот не я взял только потому что красная как-то круче моргает чем синяя типа синие сливается с голубым не видно вот красная моргает классный пофиг сколько там этих зон было главное чтоб красное было поэтому я вот в ланше было красиво так пишут что вы топ один победитель сам себе отметил что такое сам себе отметил от давайте кстати почитаем чатик вы там столько всего на это давайте чатик почитаем ватем чем-нибудь красивого включу вот давайте победителя включим чтобы так победитель идем к нам и победитель вот так вот сюда а у вас тогда рядом два чата не просила так давайте посмотрим по зову вашего сердца это классный вопрос наверное пошел бы на обучение устал от полиграфия так полиграфия да мы решили что полиграфия полиграфия ребята действительно она просто надоедает и там совершенно другое настроение потому что совершенно другой уровень зарплат другие проекты вроде бы кнопки те же тот же photoshop скажем или тот же иллюстратор фигма можно сказать иллюстратор фигмы можно сказать одно и то же но конечно все таки так надо не интересные а все это скажете что я что-то там пропустил а действительно мог пропустить вы похожи на филимонового хорошо мы настолько гениальные привели так пить воду это клёво ребята выше написали что первый победитель в комментах отметила свой собственный аккаунт ребята мы писали что победитель в комментах а в комментах на курс война в этот сейчас мы тут обновим что я понял что победителя отметил да так это мы сейчас будем переразыгрывать это сейчас понял что вы написали свой собственный аккаунт блин так действительно если это ее собственный аккаунт так и точно не честно нет другой аккаунт что вы меня пугаете все же правильно вот ее аккаунт ну и да если бы она от оставила вот этот аккаунт то конечно мы бы сейчас переразыграли но ведь аккаунт другое чего меня пугаете уже испугался победитель в комментах в комментах да все же и правильно ребята ладно давайте еще раз проверим папа так а это я сейчас скинул все да блин это щас надо скролить вверх придется слушайте насколько я помню там всел в порядке да это придется сейчас вот это сидите скролить сюда ну слушайте насколько я помню все в порядке а тем более кто-то говорит что проверили и все в порядке эффекты всякие параллаксы ты сам делаешь или дальше рекомендации комменты верстакам для сайта своего я делаю в смысле я же не верстаю сама об тем более параллаксы это очень все достаточно не просто верстается и для сайта вот здесь вот я рассказывал как я хочу по моему нашел какой-то там похожий сайт похожий пример и сказал хочу вот как тут мне там сделали админку где я сам могу настраивать скорость и положение если плюс то вправо слиминус то влево если 0 1 это медленно если 0 2 это уже быстрее если там 0 5 это еще быстрее и так далее чем больше цифра и соответственно чем меньше если минус 0 1 это медленнее в обратную сторону вот я сам настраиваю слои ну а свои я как бы нарезаю уже сам вот еще вот здесь вот раньше у меня была каждая вот эта картинка была отдельной пнг то есть вот тут вот 10 картинок было 10 пнг шик еще две фоновые в итоге 12 пнг шик это все было конечно то есть она красиво было но потом я решил что вот будет один слой будет вот там второй слой будет то есть четыре слоя осталось и стало конечно пошустрее потому что когда сюда вот 12 12 12 12 но конечно тормозило и сейчас наверно многих тормозит вот но но настраиваю сам верстаю конечно же нет а вот в тильды конечно параллаксы вот этот курс там параллакс прямо вообще в два клика делается ну в плане вот этот параллакс где вот у нас что-то там едет с другой скоростью это делается там в два клика ну может не знаю в 10 кликов а вот это прям реально там в два клика просто вы подачки выбираешь какую скорость и чего его тебе пожалуйста такой же параллакс как у меня на сайте но просто через меню поэтому зависит от того где ты используешь какие параллаксы но в целом всем заказчиком с которым я раньше не работал в первый раз работает то конечно же даю рекомендации если заказчик постоянно это он и так знает что куда я там ему посоветую и поэтому уже в следующий раз проходит конечно же быстрее так админ канала потом посмотрите он тоже из беларуси админ канала имя кто-то кинул банк а слушайте вот кто-то в кинул банк вот вы часто пишите что кто-то кого-то там кидает в банк это есть такая штука сейчас я здесь попробую найти в настройках сейчас вам покажу настройки так канал настройки канал расширенные настройки в общем когда создаешь новый когда создаешь а или это не здесь это может быть когда создаешь новую трансляцию сейчас попробую создать новую трансляцию вот эта штука новая трансляция запланировать трансляцию ну-ка пути использовать в общем в новой трансляции там есть такой чекбокс ограничить ли сообщение в 60 секунд но этот чекбокс он не нажат вот дело в том что я никогда этот чекбокс не нажимая я проверял он действительно не нажат вот ну и плюс раз ты пишешь что ты не забанен просто может там какой-то внутренний антиспам стоит что нельзя сразу там в течение пяти секунд быстро описать несколько сообщений просто не пишите быстро вот пишите это наверное может чем больше людей тем больше этот ну чтоб все успевали что-то писать потому что если каждый будет много с память чатик же будет туда поэтому наверное какой-то внутренний от антиспам стоит но в целом я его не включаю когда-нибудь и наверное наверное я когда вот эту штуку вижу где-нибудь там stories запущу вот это все отмена нажать отмена вот как же жизни на господи это про что интересно было ты уже столько всего на рассказывал потихоньку люди уходят 190 человек клёво что вы сидите наверное знаете 190 человек ждут анонса который будет в конце нет это не ее ок ну да там все правильно на слабом пока браузер весь нет от ваших ну простите простите слушайте мои 404 они больше для меня я вот балдею от них иногда захожу и вообще я вот сейчас хочу создать этот как его как я купил домен как я домен купил 404 точно слышите хотел домен купить вот этот 404 . 404 . page и это была такая подстава мы там в чатиках обсуждали слушайте вот во первых 404 . page домен занят и алекс ну вроде александр да ну алексеев тоже часто алексом называют или то вот я пол жизни наверное не знаю до какого там всегда был литву потому что в универе ребята были старше меня из я помню второй курс а вот а то есть я вот пришел в клуб работать третий курс а все ребята были 4 5 крутой все были как-то старше плюс это награла в кс в клубной команде и тоже все ребята были старше меня и как то вот мы сидели что-то там пиво пили и один у меня там чуть-чуть осталось и один говорит у него литву пиво осталось и плюс я был самый младший вот в итоге это литву литву она так прижилась ко мне и я поэтому стал везде подписывается ли твой литву 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 и тут вот такая не знает такое совпадение вот алекс литву и вот он у него вот этот домен а это оказалось что какой-то там вот что он из-за ар из орланды говорит 2000 баксов и забирай домен ну я подумал что за тысячу баксов я себе лучше лучше не за тысячу баксов а за 2000 российских знаете какой домен купил page вот такой домен вспомнил 404 page . love так что тоже вот в тильде буду делать какую-нибудь страничку классно только вот пока не могу придумать в каком формате и вот 404 то они просто для меня больше для меня чем для кого-то еще прежде прибежала к тебе в эфир сразу после операции вот что значит годноту давать клево там не в течение пяти секунд там интервал от 30 до 1 минуты правильно что чат не грузился сообщениями насколько я помню я этот чекник чекбокс не включал насколько я помню я вот его специально этот прошлый раз тоже кто-то говорил что его забанили хотя он пишет типа меня забанили но ты же пишешь вот наверное это просто антиспам стоит но слышать я не включил я поищу потом в stories ах скину или где-нибудь вот здесь вот в ю тубе и скину на странице сообщества что есть такая штука но я не включаю это не могу не модно если тебя банят там по-моему баню написано должно быть у тебя забанили тот то вроде бы 200 человек клево голайкать голайкать так голайкать значит смотрите по комментам по комментам разобрались или не разобрались не разобрались давайте я вам а давайте песенку посмотрим да там один человек не знаю если автор той песенки с нами то есть смотрите вот я начал рассказывать что в прошлый раз прошлый раз вот человек нарисовал даем там в личку не писал просто вот и сделал и я заметил и оказалось что клево что заметил а в этот раз тоже вот все были текстовые и только один человек написал какую-то ну не какую-то а клевую песню давайте мы еще спас а слушайте вот прикол от и все равно придется теперь вот это нажимать чтобы песни найти ну ладно тут вроде быстро а кстати слышите можно даже не скролить можно так поднякать да кстати можно так вот улетает чатик тогда ладно тогда чатик вот сюда подвину а вы кстати мой экран видите или меня вы мой экран видите классно сейчас тогда сюда понажимаю и пока песню посмотрим послушаем не знаю если вот девушка которая орала на меня большими буквами не знаю ты не может обижаться на меня ну прям слушайте нет никто не орёт вот никто не орёт она прям орёт орёт а потом ты говоришь зачем-то громко она тебе вот этих смайликов орущих хохотущих в лицо но как-то не очень ну ты на меня не обижайся если ты вдруг это смотришь ну знаешь что это не очень тыгнуть можно через пока ладно я уже почти дошел а нет тыгнуть да но я во первых я не помню кто а во вторых мы будем искать несколько во первых мы поищем яндекс диск до яндекс диск вот он один из одного вот эта песенка а слушать если запущу песню вам слышно будет или нет или давайте я ссылку скину ладно давайте запущу наверно вам будет слышно не знаю будет вам слышно или нет наверно громко да я очень хочу на курс в клёхе бэм дизайн и чатик в дискорде где мы на ютубе до скорой работы пусть сигны в апреле нам ждёт компоненты хоркей и много другого домашняя куча в графике много земле подвелась и так скажите слышно было и было ли негромко то я чё то может вам громко там по ушам было слышно а слишком тихо Я очень хочу на курс в Клёхе Веб-дизайн и чате в Дискорде Стримы на Ютубе, разборы работ Курс в фигме в апреле нас ждёт Компоненты хаткей и много другого Домашняя куча и практики много В земле наплевается, попадим везде 40к на Ютубе и 20к на Цте Клёв людей мастерству обучает Ведь он в дизайне, толк знает Сайпер сработал, ребят научил И дочки время удивить не забыл Ладно, написали не надо второй раз, было слышно нормально Слушайте, как бы, ну, давайте вот честно Вы знаете, что я всегда честно пишу Текст прям вообще клёвый То есть по словам прям вообще всё супер Ну блин, ну можно же было выучить Тут два куплета, два куплета Ну ты стоишь, читаешь Блин, ну можно же было выучить слова Я не знаю, я вот сторис записываю Угадайте, с какого раза? Если вы думаете, что я с первого раза запиваю Вы ошибаетесь, бывает такое, что я по 20 раз Ну и вот эти вот, вот эти вот люди Не за стенкой, а за дверь Они там ржут с меня, что вот постоянно Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу Постоянно одну и ту же фразу Вот, ну, не знаю, там, собьёшься Или там 15 Потом ты записал, переслушиваешь И понимаешь, что вот последние фразы Последних два слова Они обрезалось, не влезло А они какие-нибудь важные Стоишь, переписываешь Или там чихнул Или там, не знаю, там Что-нибудь происходит И в итоге в среднем Сторис записываю, ну там, с третьей Очень редко, с первой попытки Чаще всего, не знаю, с третьей, с пятой То есть я одну и ту же фразу говорю пять раз И потом вот я просто ту, которая лучшая Просто вам кидаю Вот, и, ну блин, ну можно было выучить Вот Но даже дело не в том, что Ну, то есть текст классный И дело не в том, что не выучил А дело в том, что про меня, а не про тебя Блин, ну, тут вот Почему я должен Почему ты идёшь ко мне на курс И тут я хочу курс к Лёхе И всё Я хочу Это не причина, я хочу Тут всех хотят Ну, все, кто оставил комментарий Пологично, что они хотят Поэтому, блин, ну, как бы классно-классно Ну, во-первых, можно было бы и выучить А во-вторых, ну, блин Ну, про меня же не надо Надо же было про вас, ребята Вот Подача, ну, просто не выучил Слушайте, вот прям Если посмотреть мои первые сторисы У меня же там сторисы где-то есть В прикреплённых Где-нибудь там Знаете, что там Какие-нибудь вопросы Вот, нет, важные вопросы Ну, да, важные вопросы Важные вопросы Тут вот сторис Вон, 37 недель Можно вот так вот в каких-то там Залипухах этих поискать Там и 50 недель назад И ещё больше И там реально там так всё Ну, то есть я сейчас смотрю на себя Со стороны И, конечно, это прям, да Просто навык Трындеть каждый день в камеру Это, конечно же, навык Поэтому Даже если посмотреть мой первый стрим То, конечно, там совсем всё иначе было Вот Ну, действительно Два абзаца Можно было вот такие слова классные И два абзаца всего Можно же было Ну, может, три абзаца Но можно было выучить Вот Ну, даже, да Не знаю Даже если бы ты там прочитал Но Блин Ну, не про меня же Надо было А, простите, у кого было негромко Надеюсь, вам не сильно стало громко второй раз А что там ром-тур После ремонта Так ремонт же был у соседа А мой ром-тур, он же есть Ром-тур Вот Где-то ж тут был мой ром-тур Вон, ром-тур Единственное Я мониторы поменял У меня теперь другие мониторы Ну, мониторы точно такие Просто 60 Гц А, ну рамки стали Вот у меня теперь Вот такие вот рамки везде И А Ну да Просто мониторы другие Было 60 Гц Теперь 240, 120, 240 И Колонки у меня Вот тут вот был у меня Набор колонок В общем, у меня два набора колонок Один для Алиса Вот, видите, как я соки пил Трубочку вставил И прекрасно Вот у меня один набор для колонок А второй для компа Я вот эти черные колонки поменял на белые И лампы поменял Раньше была одна лампа Одна была лампа Вон там, вон Вон она Вот она Висит А теперь у меня две стоят Одна раньше висела А теперь две стоит А так, в принципе, все то же самое Поэтому записывать какой-то новый ролик Не знаю Может быть, когда-нибудь Мы куда-нибудь переедем Может быть И там будет какой-то новый ремонт Вот тогда, да А так, смысл Одно и то же Спустя там полтора года Нет смысла Он просто очень торопился Смотрите, были классные комментарии Сейчас тут лишнего позакрываю Были классные комментарии Так, это нам тоже, наверное, не понадобится Да, да, наверное, не понадобится Я не помню Я что, хранил себя на всякий случай? Ну, чуть-чуть Пересмотрю запись Значит, был классный комментарий Который Который, знаете, кто? Что-то там про завтрак 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 Вот Кто покупает Ватеринный билет Тон-тон-тон-тон-тон Ну, вот мне еще понравилось Прошла твой курс Чтобы ты понимал Мы с тобой и завтракаем И ужинаем И едем вместе Домой с работы Во время стримов Ну, вот это клево Человек смотрит Прям меня везде-везде-везде Это было клево Потом еще очень понравилось И знаете, какой комментарий? Комментарий А что? Как же я Учил? Учил? Научил А 29 Учил? 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 Это я Вот, давайте не так Это я Это я Есть такое? Это я Это я Нет, не то Не то А, слушайте Я же их сохранил Точно Точно Я же их сохранил Я же и подстарался Хоть где-то я подстарался Так, вон же Я на второй страничке Покидал Вот, короче Классный Офигеть Сколько тут крутых идей Не могу себе позволить Так, а что тут было? Чувствую себя Совсем просто Копирайтер С курсами Не могу себе позволить Хочу, чтобы А вот Человек хочет, чтобы Его работы гордились Чтобы она приносила пользу людям Это вот классное желание Не просто Я хочу на курс, потому что У тебя классная подача Или я хочу на курс, потому что У тебя там Контент про фигму А вот человек хочет, потому что Чтобы его работы гордились Это вот классно Мне вот очень понравилось Так, потом Чего там Хочу стать крутой Веб-дизайнершей Вот Фразу очень понравилась Хочу, чтобы ты сказал когда-нибудь О, помню эту девчонку Я ее учил Фразу прям вообще супер И причина тоже прям огонь Вот эти вот комментарии классные Вот А тут вот Как раз тот самый комментарий Про Про, 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 про что? Едем вместе домой с работы И во время стримов Тоже вот прикольно Что человек меня смотрит Вот такие вот, конечно Они, ну, они цепляют А когда просто Ну, ты такой молодец Поэтому я к тебе хочу Но это, ребята, не причина Это я Анна с нами, да? Это ты, Анна, или кто? Это я Розыгрыш уже был? Да, рандомайзер был А сейчас я вам скажу Кто с нами пойдет Значит, с нами пойдет С нами пойдет Так, кто с нами пойдет? С нами пойдет девочка Так вот я ее запомнил А с нами пойдет девочка В общем, девочка Девочка Вот, кто с нами пойдет Привет, я обычная девочка Катя Живу в обычном городе Работаю на самой обычной работе Каждый день моей обычной жизни Проходит совершенно обычным образом Вам еще не надоело количество Обычного в моей жизни Мне очень сильно-сильно хочется Добавить приставку не К своей обычной жизни И я уже начала двигаться В этом направлении И место на этом курсе Значительно сократит мой путь От обычной к... Вот это прям вообще супер Вот почему-то Вот, ребята, вот что надо было писать Не то, что Леха, ты такой-такой-такой Надо было про себя написать И вот тут, когда обычно Вот это прям вообще, слушайте Меня так зацепило Поэтому и вот что Во-первых, смотрим один пинг Во-вторых, посмотрим, чтобы аккаунт был Я уже проверял По-моему, я не помню Проверял или нет Слушайте По-моему, проверял Что в аккаунт Ну, живой человек Да, перед нами Живой человек На фотографии Один и тот же человек Так что, да Вот она с нами идет Так что мы ее поздравляем Рассекательница А вот ты Да, в общем, ребята Когда надо было про себя Пишите про себя Поэтому, да, вот идет с нами Катя Катя, потому что Очень сильно Мне вот это понравилось То, что она написала Так, я себе тоже Куда-нибудь помечу Хотя такое не забудешь Вот А когда, Леха Ты там Тебя 40к на ютубе И 20к в инстаграме Блин, ну это ж не причина Почему я должен взять тебя Как бы песня Ну, то есть там складно Все было супер Но это ж не про тебя Вот И в следующий раз Когда мы будем разыгрывать Мы тоже Вы тоже будете писать про себя Потому что в прошлый раз И на день рождения Вы там всякого приятного Мне написали И когда вторую группу убрали Первую или вторую Тоже там писали про меня Поэтому про меня Я как бы начитался Я всем признателен Очень приятно Да вы и так пишите постоянно Поэтому Интереснее про вас прочитать Вот Человек Я в обычной городе Обычной самой работе Обычной жизни И все у него обычное А хочется, чтобы было необычно Поэтому мы к этому Приложим Силочки Чтобы все стало необычно Жалко не удалось Очень старался Ну, ребята Я думаю, многие старались Но вот зацепил меня Именно вот этот комментарий Похоже, мою работу пропустили Какую работу Мы сегодня не смотрели Работа Что, кого Какую работу Мы не смотрели Сегодня работа Работы мы не смотрели Так Поздравляем Да, поздравляем ее Поздравляем Когда следующий курс Слушайте Рассказывал В начале стрима Я пока не знаю Я не хочу планировать Потому что Там вот за дверью Они там сидят на кухне И что-то там планируют Уже куда-то поехать Что-то Не знаю Может быть Мы даже если запустим Запустим курс Где-нибудь В июне, например Но если вдруг Мы Понимаете Это уж вот я один А там 50 человек, например И все 50 будут зависеть от меня И это я вот не хочу Чтобы так было Поэтому если вдруг Мы где-нибудь В июле решим В июне решим В июле ехать А в июне начнется курс И в итоге 50 человек Потом свои планы Как-то там Отпуск брали Еще что-то И в общем Из-за меня Я не хочу такого быть Чтоб из-за меня Там страдали Чьи-то отпуска Еще что-то Поэтому пока Я вообще ничего не планирую Может быть в июле Может в августе Изначально планировал 1 сентября Но 1 сентября Так не скоро Что наверное Пораньше будет Вот Звук И что за камера Подскажи Звук Рот А там вот Посмотри ролик Я там все рассказывал Давай я ссылку скину В ролик Про ром тур Рот НТ1 А там правда Другая звуковуха Я звуковуха Недавно поменял Как-то Поделиться Копировать Кстати это Самый Просматриваемый Вон 171 тысяча Мне даже Знакомый Писал Говорил что Говорил что Он смотрел Телек на стенке И там в телеке Ролик Закон А он смотрел Ютуб Где-то там Смотрел В общем и там Выскочил Выскочил Вот этот ролик В рекомендастках Вот в общем Кто там спрашивает Вот в этом ролике Я подробно все Рассказал На что и как снимаю Это просто Одна из самых Распространенных фамилий Поздравляю Что кто не выиграл Смотрите канал Лехи Тонны Слушайте Да у меня на курсе Очень-очень много Ой на курсе Очень много Контента на канале Вот сейчас даже Про фриланс Начал что-то там Рассказывать В пятницу Выйдет ролик Поэтому не переживайте Много же всякого разного Вот и в целом Ну да у нас там в чатике Много Много Вот хотите Я вам чатик включу А вот он включен Вторая группа Правки Вот в правочке Там тут Правки 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 Потом он Задать вопрос Тут вот всякого Разного Вот например Человек Вот сегодня Говорит Слушай А вот хочу Сделать адаптивы Вот так Вот что он показывает А я говорю Ты точно пробовал В четыре колонки Совсем никак Ты же делаешь Минимальный размер То есть у нас же Вот мы делаем 768 А это минимальный размер Если в 768 Будет чуть-чуть Как-то тесновато То оно же Растянется немного И вот он попробовал Иди Смотрите Как хорошо стало В четыре колонки Даже вон запасик есть И смотрится Намного лучше Чем когда вот Правую сторону Что-то перевешивает Тут какая-то дырка Вот и верстальчику Меньше геймора Было вот так вот И стало вот так вот Было намного лучше Поэтому мы там конечно То есть у нас Не просто ролики смотрим У нас именно чатик Чатик у нас основной Чатики 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 Поэтому да Сколько еще счастливчиков будет Ну сейчас вот я анонсирую Сколько будет Сколько успеет И не сколько успеет Нет А я же там еще один сервис Подключил Да И которые стоят Тридцать девять тысяч рублей В общем Мне чтобы провести курс Надо заплатить Только там Я еще в другом месте За кое-что плачу Но у меня Чтобы там платить Надо заплатить Тридцать девять тысяч Вот Либо сто Как там Стощик Сто двадцать восемь По-моему Либо Сто двадцать восемь тысяч Российских Либо тридцать девять Но остановились на тридцать девяти Что тоже попова И та попова Две поповы что ли Но прикол Прикол Две попова Да Сегодня у нас две попова С нами Прикольно Windows стрелка вправо Не надо Я знаю Тогда все повернется У меня тут стрим сломается Вот и шутник Вообще банить надо За такие шутки Если я правильно По-моему Windows и стрелка вправо Это же повернуть экран На девяносто градусов Это же мы так шутили В офисе Когда кто-нибудь уходит Покурить И мы нажимаем Windows и стрелку Куда-нибудь Он приходит У него экран Ну не вверх ногами А вот девяносто градусов И он не знает Что надо нажать Windows и в обратно Я бы вот если бы не стрим Я бы точно нажал сейчас Но я боюсь У меня тут все слетит Если кто хочет Нажмите Windows вправо Если кто хочет Но вообще Это ужасная Ужасный совет Особенно на стриме Когда висит столько людей Так Вопрос Алексей Помоги советам Как прокачать Насмотренность Три месяца Собираю рефы Но на Behance Вардиане Сайтов нет Так смотри Сайты студии Я вот всегда говорю Я смотрю сайты студии Потому что Behance Дрибал это для дизайнеров Это пиписька метр У кого круче и дизайн У кого длиннее дизайн Вот Еще и Катя что ли Вот такие наблюдательные Катя И Катя Действительно Две Кати попала Вот прикол Пришел в гости Сам сочинил слова А друг подограла Переснимать Времени не было Ну вот видишь А посидел Не знаю Здесь просто два Ну в любом случае Песня про меня А надо было про тебя Потому что надо было про тебя А так песня классная конечно Отлично сказано Если ты не выиграл Значит ты еще мало проигрывал Поздравляю молодцы Видимся на курсе Да кстати Вот тоже Анатолий с нами идет Леля с нами идет Тут есть кто-нибудь еще Кто с нами идет Так А синенький Тут есть еще один Стив А он там в самом начале По-моему был Да Стив А кстати Стива хотел В следующий раз позвать А где он Где-то же был Я видел что Стив писал Вот Ну и Стив так любезно Отказался Сказал что Что Знаете кто такой Стив Это вот один из двух Самых Ну сейчас там уже Третья появилась Она там тоже уже Конкурентно способна С ними Вот Стив это Вот парень Который помогает Вот И я сейчас Лелю позвал На максимальную прокачку А потом хотел Стива позвать А он отказался Говорит что Лучше тому кому будет полезнее Потому что он технарь Он больше верстальчик В общем он отказался Поэтому в следующий раз Я позову кого-нибудь еще Кто Достаточно сильно активничает Так ладно Значит смотрите 20 А ну еще есть В принципе мы можем Просто стрим короче сделать Если у вас вопросов нету Тогда сейчас все расскажу Активно Пришел В гости Сам сочинил Так это ты Значит все Мы уже ответили Все Все ответили Так По стримам Значит Наверное на следующей неделе Будет стрим А слушайте Я вот стримы провожу Уже 10 недель 10 недель И тут даже начали ругаться На меня Что знаете Что у меня стал Какой-то Красно-зеленый Этот Ютуб А сейчас типа Из Беларуси Красно-зеленый Это плохо Вот Что красно-зеленые цвета Не нравятся С недавних времен И получается Что действительно У меня стрим-стрим Через раз идет Стрим-стрим-стрим-стрим-стрим И как-то надо разбавлять И другими цветами Или просто перекрасить Красный в какой-нибудь другой Или зеленый в какой-нибудь другой Ну вот сказали Что у меня тут все по-белорусски И надо бело-червоно-белый А у меня красный-зеленый Вот В общем не знаю На следующей неделе Наверное будет стрим Когда мы с вами попробуем Чего-нибудь кому-нибудь Поредизайнить Посмотрим Сколько-то времени займет Как-то вообще пройдет А может на следующий В общем Чего я вообще Вот уже 10 недель Я каждый раз Выкладываю Не просто ролик в пятницу А еще и стрим Там в понедельник Или во вторник Или в среду Вот уже 10 недель Два ролика стабильная Раз неделя Два неделя Три недели Четыре, пять, шесть, семь, восемь Девять, десять И даже там Вот было через неделю Так что Скорее всего Когда-нибудь будет такой момент Когда я решу Просто в пятницу отдохнуть То есть я проведу Ну стрим Это же ролик Можно сказать Правильно? Ну это ролик Это какой-никакой Но контент Поэтому возможно Когда-нибудь я решу отдохнуть И в пятницу Вообще не будет ролика Но может мы в пятницу Просто проведем стрим Потому что стрим Это тоже ролик Как бы я для ютуба выкладываю Стрим Публикую И ютуб говорит Спасибо за контент Вот И не знаю Может когда-нибудь там тоже Возможно на одной неделе будет ролик А на другой неделе только стрим А возможно будет и ролик и стрим Посмотрим как у меня там будет настроение Стив молодец Стив да Завтра созвон заказчикам Что ты можешь посоветовать Немного неловко Что мне пятнадцать А там дядька Да он же тебя не видит Или вы видео будете Вряд ли видео Если голосом Так вообще Ты же вон сидишь В шлепанцах В носу ковырячься Никто типа Вот это вообще По интернету Проще всего сказать нет Есть такое выражение Проще всего сказать нет Никто же не видит Вообще Чего бояться Никто не видит Что ты там сидишь в трусах Что ты Вот я сейчас стою в рубашке Вы думаете У меня там джинсы Ха Ну я конечно не в трусах Но я в шортиках И в шлепках Вот Поэтому По интернету же Вообще бояться не надо Другое дело Что когда Поначалу ты Разговариваешь И сложно Составлять из каких-то слов Длинные предложения Вот это да Но это навык Который просто Разовьется Чем больше ты общаешься Тем больше Как и делать дизайн Чем больше ты делаешь дизайн Тем лучше Твой дизайн будет Следующий раз Так у меня глаза Еще не красные Прекрасные Уже краснеют Надо значит Подскажи Как часто Обращаются заказчики За 3D контентом Вообще ни разу Ну прям Ну прям Я вообще Вот ни разу Ни разу Ни разу Ни разу Вообще Ну потому что Я наверное сижу И делаю не те проекты Как сейчас придет Будет ломать клавиатуру И говорить А вот я в Яндексе Делаю 3D Ну и хорошо И делаю А у меня вот ни разу Не приходили И не спрашивали Эта кнопка делает Если экран То он переместится вправо Стрелка вправо Влево Влево Ясно Так значит Смотрите Давайте тогда Я вам расскажу Кто еще с нами пойдет Потому что Да С нами пойдет еще один человек Ну вот я так захотел Значит с нами пойдет еще один человек Я не помню Я копировал Копировал ли я сюда Нет не копировал Ладно сейчас поищем Да я решил что И так Во вторую группу было 3 счастливчика А сейчас уже 4 Но я решил что Хочу 5 И 5 Там тоже Знаете чего я гуглил В смысле Я гуглил Вот здесь вот Чтобы было слово Родители 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 Вот Значит смотрите Так как я вот просто Каждый месяц помогаю Родителям И для меня это Прям вообще Ну то есть клево Когда человек Чего ты идешь ко мне Что я хочу помогать Родителям И вот я искал Чтобы кто-нибудь Такой написал Значит смотрите Я почти Давайте вот Все у кого есть родители Просто С копипастим Вот родители Тут 3 человека Вот родители Я вот искал Чтобы было родители Ну я сначала Все конечно же Прочитал Ну все Кроме последних Наверное перед стримом Вот кто в самом начале Перед самым стримом Кто кидал Тот уже извините Там я уже не читал Подожди Подожди Родители Родители Тан-тан-тан-тан-тан Родители Так Или я родител И сказал Сейчас посмотрим Родител Родит Родит Вот родит Родиться Родит Родить Ну да Значит вот родители Родители Так И сейчас будем выбирать Кого-нибудь Я еще даже не проверял Этих ребят Сейчас посмотрим Давайте вот с маленького Я хочу научиться Зарабатывать деньги И быть независимой От родителей И вот если бы я дальше не прочитал Я подумал Что блин Надо было наоборот Написать Что надо помогать родителям А не Как бы я с деньгами А не без денег Вот хочу дарить им подарки Помогать строить дачу Ведь они очень хотят Твой дом Свой дом Свой дом наверное да В общем вот эта вторая часть Она конечно же Очень-очень классная Потом тут смотрим Я почти уверен Никак не везет А жаль хочется раздать дальше В офис Ребенок Не могу Родители Родители мои далеко Ну как бы я Тут не про помощь родителям А про то что родители далеко И с ребенком никто Не сидит А хотелось бы Их сходить на море И показать Ну да Сходить на море родителей Это конечно да Но все таки Вот тут вот Тут мне больше нравится Что быть независимой И помогать Помогать Да Помогать Смотрю видео И просто Хочется еще Еще Да Пока вот этот Выигрывает коммент Идем сюда читать Сейчас мы будем проверять Может тут например Аккаунт закрытый Привет Меня зовут Данил Я студент второго курса Несколько причин По которым я хочу Мне 21 И я еще на шее у родителей Моя мама всегда мечтала Побывать твань Я хочу преподнести И путевку в подарок На день рождения В последнее время Очень сильно заинтересовалась Темой создания сайтов Так А вам Да Вам видно А то я думал Может я там большой Что у вас на данный момент Живут Заниматься Вот заниматься у вас Это про меня В последнее время Очень заинтересовалась Как бы везде Есть Везде есть Но мне почему-то Вот это вот нравится Хочу быть не хочу Дарить им подарки То есть тут как бы Один подарок Хочу свозить на море Тут тоже один подарок Хочу свозить в Таиланд А тут хочу подарки То есть текста меньше Но смысла больше Хочу помогать Дарить подарки Вот сейчас пойдем смотреть Кто там Я по-моему Я не проверял Ребята Это вот я потом Уже Загуглил Посмотрел По слову Родит Сейчас посмотрим Кто там Так Родит Вот идем смотреть Так А пинг Где тут пинг Пинг 1 Все Пинг есть Так все Человек есть Человек есть И все Нормуль Все Вот идет с нами Кто Попова Попова Катя Еще одна Третья Попова Катя Что ли Нет С нами Идет ресторан Французской Кухни Актуально Ну это живой человек Видно же Что это не ресторан Какой-то Кухня А вроде Живой человек Да Сториса Есть Один и тот же Человек Он живой Да Он видите Максимально живой Человек Так что Все в порядке Поздравляем Поздравляем Третью Екатерину Попову Пойдет Третья Значит Пять человек В этот раз В этот раз Пять Так вот Мне захотелось Простите Простите Так О боже Что Это что Я Данил Нет Не Данил Третья Екатерина Попова Или это ты Это Данил Что ли А там Тут Данил Не Я все таки Вот Тут Один Подарок Тайланд Тут Один Тут Меньше Текста Но Больше Смысла На мой взгляд Поэтому Так как Я выбираю Я выбираю Я еще Векам Не знаком Я впервые Вижу Поэтому Простите Если Кто-то Там Не согласен Конкурс Уже Провели Да С нами Едут Три Кати Попова Вот Катя Попова Вот Она Потом Вот Это Катя Попова Выиграла Через Рандомайзер Вот Это Катя Попова Выиграла Через Потому Что Она Обычная 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 А хочет Быть Необычной А Вот Это Третья Катя Попова Которая Катя Попова А Которая Ресторан Французской Кухни Она Тоже С нами Идет Так Ладно Давайте Заканчивать Значит Смотрите Какой Анонс Так Мне Там Надо Будет Подключать Одну Во-первых Смотрите Какие Причины Во-первых Придется Подключать Одну Штуку Она Там Стоит Неслабо Во-вторых То есть Она Уже Подключена Даже Во-вторых Группе Я Уже Подключил Во-вторых В чем Много Желающих Очень Много Желающих Действительно Много А так Как Четвертый Курс Четвертый Поток Будет Супер Нескоро Скорее Всего То есть Вот Третий Поток Он Первого Апреля Через Неделю То есть Я Отдыхаю Всего Неделю Ну Там Первый Стрим Они Такие Несложные Поэтому Третья Группа Будет Через Неделю А Четвертая Группа Она Будет Наверное Не знаю Может Через Месяц Может Через Два Я Пока Не Знаю Вообще Когда Она Будет И Может Быть Даже Четвертая Группа Будет Стильда В Вот Вот А третья Причина Что Казалось Бы Берешь Больше Людей И Ты Типа Не Потянешь Но С одной Стороны Так Как Четвертая Группа Непонятно Когда То Мы Просто Можем Третью Группу Сделать Дольше Не Две С Держались Вот Так Вот Видите Держались 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 А потом Посыпались И В итоге Если Сначала Я Принимал 50 Домашек То Теперь Мне Вообще Куча Свободного Места Потому Что Ребята Просто Посыпались И Все Вот И Принимаем То Я Теперь Разбираю Намного Меньше Домашек И То же Самое Было В первой Группе Но В первой Группе Ребята Ладно Там Они Они Там Просто Они Были Готовы К Такому Повороту Событий Причем Некоторые Час Вот Там Доделывают Где-то Через Неделю Я Уже Может Даже Меньше Буду Запускать Третью Группу А Чтобы Запустить Третью Группу Надо Удалить Первую Группу Поэтому Несколько Человек Там В Торопях Доделывают Домашки Чтобы Получить Сертификаты И Я Уверен Я Этих Предупреждал Настраивайте Свой Рабочий График Готовьтесь Готовьтесь Кто-то Во время Курса Нашел Работу Кто-то Во время Курса Еще Что-то Кто-то Там Ну И Всякие Причины Есть Но Вот Каждый Второй Отвалился А Раз Каждый Второй Отвалился То Я Могу Взять Еще В Третью Группу Ну Человек 6 Наверное Последовательности В которой Вы будете Писать Мне В Инстаграм Вот Снизу Вверх Не Самый Вот Кто Я Пришел 8 20 И Кто 8 20 Написал Нет Вот Кто Мне Час Там Пишет 19 45 И И Условия Все Те же Самое Если У вас Профиль Вот Как У Этих Екатерин То Чтобы Было Видно Что Это Вы А Не Просто Здесь Как Небудь Там То Живающих Много Значит А Еще С этими Надо Будет Точно Это Вот С этими Нужно Будет Общаться По Поводу Фигмы Чтобы Они Мне Показали Дашборд Точно Это Им Еще Надо Дашборд Чтобы Они Сделали Повторили Дашборд В общем Если Фигме Ничего Нет Вот У Этих Троих Я Им Дам Несколько Дней Чтобы Они Повторили Дашборд А Вот Тем Кто Не Успел Тогда Но Сейчас Может Успеть Упикать Начали Часики Уведомления Полетели Ребята Уже Стучатся Вот Значит У этих Троих Будет Какое То Сейчас Я Уведомление Отключу А то Начало Прилетать Вот Значит У этих Троих Будет Какой То Трех Дневка На То Чтобы Показать Что То Фигме А У Тех Шестерых Не Зная Максимум Восьмерых И Наверное Один На Полную А остальные То есть Одно Место Будет На Полную А остальные На И Вообще Сейчас На Сейчас Вот На Данный Момент То Скажу Честно Я Не Хочу Брать Десять Человек На Полную Вот В первой Группе Было Семь Человек На Полной Где Первая Группа Вот Там Было Раз Два Три Четыре А Вообще Шесть Человек Это Было Хорошо А Вот Здесь Вот Десять Человек И Это Реально Прям Тяжко Вот Мы Вчера Был Стрим Вот Этот Восемь Человек Мы Вот Восьмерых Смотрели Два С Половиной Часа Потому Что Я Не Хочу Просто На Отвали Не Хочу Просто Да У Тебя Тут Все Хорошо Когда На самом Во Время Стрима Поэтому Там Сейчас У Меня Пять Человек Я Сначала Хотел Десять Вот Но Потом Я Решил Сделать Меньше Вот Этих В Два Раза Но Тогда Я Делаю В Два Раза Больше Вот Этих Вот То 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 же Самое Но Да Я Понимаю Что Человек Больше То Мне Придется Вот Этих Домашек Проверять Больше Но Так Как Они Тут Все Сыпятся Что В Первой Группе Что Во Второй Группе Получается Что Ничего Страшного Ну То Смотрите Сколько Как Мало Я Проверяю Домашек То Есть Там Сейчас Наверное Висят Какие Домашки Непроверенные Пока Стрим Был Но В целом Что Первая Группа Что Вторая Группа Все Посыпались Вот Поэтому Человек 7-8 Я могу Взять Наверное Вот Сейчас Там Пять Человек На Полную Наверное Шестого Возьму Чтобы Было Как Первой Группе Шесть Человек Вот Условия Те же Самые Значит Открытый Аккаунт Чтобы Ты Сразу Показал Что Фигме И Если Ты Можешь Сразу Внести Предоплату 1900 Рублей Потому Что Если Ты Сейчас Подходишь Но Идешь Неделю Где-то Пропал То Неделю Никто Не Будет Ждать Если Ты Готов Сейчас Внести Предоплату То Значит Идем Если Нет То Значит Ну Значит Все Вот Такой Анонс Это Будет Вот Я Вернуть Где-то Через Полчаса Наверное Сейчас Я Чужими Именами Ну Имена Не Знаю Свои Не Свои Но Чужие Работы Что Не Хочу Если Человек Скрывается Это Все Это Значит Что Есть Какие Причины Я Не Хочу В Кстати Там Один Человек Висит Один Человек Висел Как Запасной Там Многие Писали Но Он Там Прям Так Уже Хотел Что Один Запасной И Запасной Тоже Идет Вот Вернее Как Он Сказал Давай Я Тебе Оплачу Ну Типа Если Никто Не Откажется То Ты Себе Оставишь Эту Бронь Вот Но В итоге Места Появились Поэтому Он Тоже Идет Вот В общем Ребята Спасибо Всем Кто Пришел Спасибо Что Смотрели Что Участвовали Что Комментарии Писали Спасибо Что Много Про Меня Написали Но Надо Было Писать Про Вас Вот Мне Понравилось Что Во-первых В рандомайзере Все Срослось С первого Раза Во-вторых Что Вторая Катя Попова Что Она Написала Про Себя Что У него Все Обычная Хочет Необычная А третья Что Хочет Помогать Родителям И Что Хочет Помогать Дачу Строить Это Похвально Поэтому Вот Они Идут И Где-то Человек 6-7-8 Не знаю Точно Не 10-10 Много Ребята Ну Я Один А там И так Уже 50 Человек Поэтому Нет Человек 6-7-8 Короче 8 Наверное Такие Дела Ладно Спасибо Всем Кто Был Если Было Что Полезное Сегодня На Стриме Поддержите Лайком Я Не знаю Сохранять Этот Стрим Или Не Сохранять Не Знаю Будут Либо Смотреть Хотя Я Тут Вроде Про Себя Рассказывал Вряд Либо Будут Пересматривать Ну Пусть Висит Может Просто Если Стрим Висит А Его Никто Не Смотрит То Это Для Канала Плохо Вроде В общем Непонятно Так А что Будет Если Они Сделают Дашборд Ну Если Они Сделают Дашборд То Все Прекрасно Они Идут Если Не Сделают А Что Будет Если Они Не Сделают Дашборд Ну Тогда Я Не Знаю Я В сторисах Анонсирую Что Вот У нас Три Бонусных Места Есть И Кто Из Них Не Сделает Тогда Вот Эти Комментарии Тогда Просто Еще Раз Проведем Рандомайзер Еще Одного Счастливчика И У него Будет Попытка Повторить Дашборд Вот А Если Все Повторят Или У них Просто Что То Есть Фигме То Тогда Значит Сразу Все Идут Спасибо Всем Кто Приходит Спасибо Что У вас Так Много И Что Даже Многие Досидели До Иду А Через 20 Минут Вернусь В Инстаграм И В Том Порядке Вот Снизу Вверх Буду Смотреть Кто Там Чего Хотел Значит Открытый Профиль Фигма И 1900 Рублей Предоплата Если Все Это Можете Сейчас То Тогда Да А Если Нет То Иду Дальше По Списку Вот В Этот Раз Пять Победителей И Больше Лидей Дашборд Сделать Легко Залеж Ну Да Можно Сделать Многие Повторяют Все Ребята Спасибо Жду 15 Секунд И Выключаю Эй Тихо Так 15 Секунд 15 Секунд 15 Секунд 15 Секунд Все 15 Секунд Хорошо Да Хорошо Продолжение следует